В Красноярске осужден преступник, стрелявший в Железногорского предпринимателя и убивший студента СФУ. На днях суд вынес приговор Игорю Подгорному по трем статьям. В прошлом сентябре преступник попытался убить в Железногорске главу фирмы «Фурор». 40-летний предприниматель с 5-летним ребенком вышел из подъезда 31-го дома на улице Андреева в 9-м часу утра. Мужчина подошел к мусорным контейнерам, чтобы выбросить пакет, и в этот момент раздался выстрел. Раненый коммерсант бросился бежать. Неизвестный выстрелил в догонку, а затем скрылся в районе библиотеки имени Горького. По счастливой случайности тогда не пострадал ребенок. Предприниматель получил ранение в живот. Как выяснили следователи, от смерти его спасла осечка в неисправном пистолете преступника. Кроме того, Подгорный оказался причастен к еще одному громкому делу. В январе 2012 года, выполняя киллерский заказ, он по ошибке застрелил 19-летнего студента вуза, который прогревал машину предполагаемой жертвы. Позднее вместе с соучастниками он совершил еще одно неудачное покушение в Красноярске. Против ранее судимого за тяжкие преступления Игоря Подгорного возбудили дела по статьям убийства, покушения на убийство и хранения оружия. Преступника приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.